Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня вторник, традиционно День Добрых Дел на Радио Болтком. В эфире «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдеевич. Добрый день. Я Рита Трошкина. Наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. В студии у нас гостья. Режиссёр и актриса очень известна Инара Слуцкая. Здравствуйте. Добрый день. А помогаем мы сегодня и всю неделю. до следующего вторника справиться с большой бедой женщине Людмила Кулькова. Её зовут Людмила Ивановна Кулькова. Она известный логопед юрмальский, детский логопед, которая попала в беду. То есть, когда она находилась за границей, с ней случилась такая проблема, что у неё разрыв аневризма и кровозлияние в мозг. И, естественно, парализована половина тела. Сейчас в данный момент она находится в клинике. Санкт-Петербурга. И очень просим вас. Мы понимаем, что сейчас сложные времена. У нас немножко странное такое ощущение. Вот эта программа вроде бы карантин, всё закрывается, всё отменяется. У людей беспокойство, тревога. Но мы так решили, что важность добрых дел никто не отменял. И день добрых дел на радиоболтком тоже никто не отменял. Мне почему-то кажется, что как раз в это время люди как-то лучше начнут понимать, чувствовать друг друга. Почему-то я так думаю. Наверное, так бывает. И мы просим вас по возможности, конечно, кто хочет помочь, сделать звоночек по телефону 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента звоночек. Все эти деньги собранные пойдут на оплату очень важного лечения для Людмилы Кульковой. Ну, просто чтобы она встала на ноги, она сейчас уже начала немножечко говорить, но как после тяжёлого инсульта, да, человек парализован. Ну, представьте, что такая злая ирония судьбы, что известный логопед, через её руки прошло очень много детишек маленьких, которых она учила правильно говорить, исправляла их речевые недостатки. Всю жизнь она работает в детском саду в Юрмале, и вот она потеряла речь. Ну, вот как это, да? 9-3-0-6-3-8-4. По возможности, да, кто хочет сделать это маленькое доброе дело, наберите этот номер, спасибо вам. И напоминаем, что гость нашей программы сегодня известная, актриса, режиссёр Инара Слуцкая. Тоже вот какая ирония судьбы. Когда мы договаривались о том, чтобы нам заполучить Инару в эфир, мы очень благодарны были, что она согласилась, несмотря на то, что сегодня стояла в афише её национального театра, премьерный показ спектакля, который Инара выпустила как режиссёр только-только, недавно. И мы сейчас про это поговорим, Инара, да? Инара должна была после эфира бежать туда, в театр. И сейчас всё так стремительно изменилось, что спектакли отменены. Ну, я рада очень, что хотя бы премьера состоялась, и мы смогли показать премьеру и один спектакль ещё сыграть. Так что хотя бы это. Потому что я думаю, что сложнее тем, которым премьера была перед выходом, например, и осталась там, ну, генеральные пошли, или даже перед генеральными, и тут пауза на неопределённое время. Будем надеяться, что только месяц, как нам обещали до 14 апреля, но это тоже будем очень-очень надеяться. Давайте поговорим о той премьере, которая состоялась. Расскажите, что это за пьеса, и как вы над ней работали? Это Фредерико Гарсио Лорко. У нас в театре уже был поставлен пьеса «Кровавая свадьба», который Наставшев поставил, и «Валмиеры» была «Дом Бернарда Алба» и тоже «Мейк Шанс», который поставил. Эта пьеса до этого не была переведена на латышский язык, и Эдвин Сраупс перевёл, как бы сейчас вышла книга, переведена, где все три пьесы он переводил, замечательные переводы, вот эти пьесы. Как я попала? Я много... Во-первых, как-то было лето, и я оказалась в гостях у Еви Строк и Эдвин Рауп, и он как раз говорил, что он вот сейчас работает над переводом последней Ермы. И я попросила о чём, и потом прочла, поскольку на русском переведено гораздо больше книги, всё остальное, и нашла перевод этой Ермы. Я прочла, и я поняла, что я очень хочу как бы ставить эту пьесу. Почему? Потому что эта тема очень актуальна. Если я не нашла, ну, такую актуальность кровавой свадьбы или дом Бернардалбы, то здесь это в центре внимания это женщина, которая хочет... Ерма – это её имя. Ерма – это имя. И у нас есть второе название, это как бы название в скобках, а первое название – пустой цветок. Тукшайзет. Пустоцвет. Да, пустоцвет. Это потому что Ерма – это слово, как бы мы можем растолковать, если испанско, вот пустота какой, в неком понимании пустота. И поскольку у Лорки вообще Мария есть, например, Мария там, у него там есть, например, первая... Как женщина, которая стирает бельё? Прачка. Первая прачка, вторая прачка, третья прачка. У него только некоторые поимённые. А так вот Ерма – это как бы такое и символическое чистое имя. И о том, как она хочет ребёнка и не может... Ну, как бы нет у него... Не может заполучить, так можно сказать, да? И вторая половина, что муж не хочет этого. И, но спектакль не только о том, что я хочу ребёнка, тот и не хочет. Спектакль в основном о любви. Вот если я, ну, такую самую вершину, то всё опирается в любви. Вот рано или поздно всё-таки там. Ну, спектакль о том, как мы проживаем эту жизнь, если у нас нет детей. Ну, вопрос о том, даром ли эта жизнь. Вопрос о том, кто может помочь тебе, может быть, ты сам. Вопрос о чести. Потому что я думаю, что честь в наше время вообще, ну, как-то свою весомость этого слова потеряла. Ну, и, ну, вот очень разные вопросы, которые, ну, эта пьеса, поэтому и лорка, и классика испанская задаёт. Много, много пластов. Много, очень много пластов. Как прошла премьера? Премьера прошла хорошо, потому что я хотела сделать, мне очень важно найти какие-то очень точные сопрокосновения с нашим днём. И мне как бы это всё происходит, я поставила наши дни, вот сейчас. И это пара, которая как бы живёт, обеспечена, которой всё есть, но, наконец-то, пришло время для детей. Играют потрясающие актёры. Майя Довейка, Норман Слайзанска, Каспар Звигулес, наш, ну, как бы, самый, да, Ласма Кугрена. Так что у нас, ну, целое, целое, ну, созвездие. Да, созвездие. Игра Мейсан. И премьером я была очень, ну, как бы, удивлена. У нас есть студенческие спектакли. И после студенческого вот показа остались где-то около 80, даже это очень много, молодёжи. Там 18, 16, 20, да. То есть их задело. Их что-то задело, да. И они сидели и задавали вопрос. Это было, да, для меня это было неожиданно. Значит, вы совпали с Лоркой просто. То есть это вопрос ценностей и как их каждый для себя определяет. И я ни в коем случае, для меня Лорка, как бы, я не считаю, что он гениален. Потому что очень странно, эта пьеса, когда я смотрела какие-то, ну, хотя найти какие-то отрывки, где её ставят или что, я только нашла в Испании. В Испании её ставят очень много, всё время, и студенты в разных спектаклях, в разных театрах. И там его интерпретации самые неожиданные. Они выбрасывают какие-то сцены, они что-то играют, где-то мужские роли играют. Ну, они очень свободно к этому относятся. Но то, что Лорка, безусловно, классик, и при том, что я очень рада, у меня была абсолютно великолепная команда. Кейт, которая костюмы делала. Эллина Луцци, хореографа, которой мы с ней очень тесно работали. Очень красивая музыка Эдгара Макэна. Только хор. Мы решили, что будет только хоровая музыка. Вал Скуорис. Мы пел эту музыку. Ну, мы записали Маар Сирму. И Мария Уллмана, которая делала сценографию. Так что я очень рада за свою команду. У меня действительно очень повезло. А вот, кстати, Мария Уллмана, которая делала хореографию. Расскажите, пожалуйста, о ней. Мария Уллмана, ей сейчас 23 года, и она заканчивает магистратуру. А вот расскажите, радиослушник, какое она имеет к вам отношение? Да, Мария Уллмана – это моя дочь. Но мы стараемся... Я очень рада, что она не Мария Слуцкая, а Мария Уллмана. Потому что она как бы... Ей легче, я думаю, что она... Все-таки не все сразу знают, и до сих пор не все знают это. Что она носит свою фамилию, и она занимается сценографией. Но Мария очень хорошо окончила, бакалавр сдала. Она вот сейчас сделает уже второй спектакль с Димой Петренко, Дмитрием Петренко. И она еще... Мы с ней начали работу «Лагарс» – «Этот конец света». Для меня очень важный спектакль это. И вот мы с ней начали работать. Но сейчас Мария уже... Потом сделала по реги и назарю «Акка», колодец. И так что мы с ней сейчас как бы она... Ну, у нее есть еще предложение. Она с Марой Тимилой только что работала вместе. Ну, так что она... Ну, какая фантастическая удача, что у вас такая талантливая дочь, и вы еще и вместе можете работать. Да, и мне очень нравится с ней работать. Вот как-то... Сперва были слезы с одной стороны. И как бы такое... Ну, почему это... Ну, как бы... Но такое... Я думаю, что я ее очень контролировала вначале. Ну, как бы... А вы очень требовательная как режиссер? Я очень требовательная. Да, я думаю, что я очень требовательная. Я... Ну, у меня есть мото... Если ты делаешь, тогда делаешь. Если нет, тогда не... Ну, или-или. Если работать, работать. Или нет. Но сейчас я уже все отпустила ее. Она мы даже... Она больше... Еще жила... Мы вместе жили. Сейчас она снимает свою комнату. Мы пытаемся, ну, как бы, разделиться, как можно дальше, только встречаться по работе. Инара, вот вы сказали, что у вас, в том числе, и с дочкой были планы, и что этот ваш премьерный спектакль сейчас остался. Его, ну, как нужно играть, наигрывать, чтобы он не растворился, не пропал. Ну, и вообще, вот раз, и вдруг за несколько дней у нас все изменилось. У вас есть какие-то личные, может быть, философии? Как относиться вот к таким неприятностям? О чем думать? Как вот вы и себя, и других успокаиваете? Я научилась... Одну вещь, это, я не знаю, всегда мне помогает. Если случается для меня, ну, мне в первую, ну, что-то вдруг не получилось, или я что-то хотела и не достала, или что-то отменяется. Я всегда смотрю в то, ну, у каждой палки два конца. И я всегда пытаюсь найти в худшем что-то хорошее. Вот это у меня просто, и это у меня, при том, это можно найти, и это получается. Для меня это, я очень рада. Ну, это, конечно, страшно, что происходит, но я надеюсь, что это все-таки у нас, мы, если будем ответственно к этому относиться, это рано или поздно, ну, закончится. Но для меня есть время, чтобы я могла немножко отдохнуть, ну, просто почитать, посмотреть, подумать о новых работах, которые уже мне стоят. И при том, потому что после Ермы, а Ермы, я не, наверное, спектакль, еще Лагарс такой был, но Ермы, конечно, еще больше. Ну, это, как сказать, это делано, ну, то, что ты отдаешь все, что можешь, и еще больше. Полностью выкладываешься. Да, ну, это действительно материал просил очень много от меня. И поэтому я, я, например, сразу первый день я взяла «Рейгас Лайкс», я не знаю, на русском рижское время приводится, да? Да, да, большой такой красивый журнал. Да, да. И там есть, там было интервью, там было интервью с русским киноведом, и он, ему задали вопрос, изменить, забыла фамилию сейчас, сразу не скажу, но если, если, во время, во время. Да, да, да. И он, ему задали вопрос, две картины, которые вы советовали людям, которые никогда не смотрели ни одну русскую картину, советскую картину. И первая была «Мальчик и девочка» 66-го года, и вторая картина была «Осенние свадьбы» 67-го года. Я советские фильмы смотрю и смотрела, потому что мне это… И снималась еще. И снималась еще так, что я и «Шагай по Москве», которая упоминается, ну, сразу, которая идет, или роман, ну, вообще, ну, вот. И я посмотрела, советую, абсолютно это большое удовольствие получите. Действительно, эти две картины есть смысл посмотреть. Вот, например, ну, такое. Потом, конечно, есть сейчас… Я очень рада, что вот в пятницу ЛМТ «Страуме» покажет «Манон Леско», где это моя работа. И поскольку очень хорошая запись, ее когда-то давали для европейского проката. Посмотреть вот «Манону», я еще раз посмотрю ее. Так что есть и все время «Сатори» или где-то все время уже все делятся, говорят, что посмотреть. Масса, что есть, что видеть, посмотреть, о чем начинать думать. Так что для меня это, ну, время наполнения. Так и надо относиться, наверное, к этому, да. А для нас в рамках нашего проекта – это время добрых дел. И вы знаете, сейчас действительно все как-то в социальных сетях делятся своими мыслями. И, как правило, вот люди говорят, что мы должны делать. Первое. Будьте более внимательны друг к другу, будьте более человечны, будьте более добры. Посмотрите вокруг. Наверняка кому-то гораздо сложнее, чем вам. Кто-то оказался в более сложной, тяжелой ситуации, чем вы. И если можно помочь каким-то образом кому-то, то это для себя очень важно. Нет, я абсолютно с этим… Я думаю, да, что мне так нравится, что даже в субботу-воскресенье я не видела столько родителей с детьми. Или это мама была, или один родитель, или очень часто я видела, ну, или это нянька, или бабушка. Очень много людей сейчас. И как-то они даже утром, вечером, ну, и я вижу, что какая-то, ну, они ходят. Выходят с ребенка. Выходят с детьми, да. И я была, правда, это было довольно в цену, Пурвс, это болото. Болото. Но там, правда, было очень много. И было довольно так, ты не понимал, можно идти или нет, поскольку там, ну, народу было очень много. Я думаю, что это время, когда ты можешь проводить, ну, хотя со своей семьей. Я тоже против того, что идти сейчас тусоваться даже знакомым. Ну, есть, я думаю, что я все-таки гражданин буду… Законопослушный. Законопослушный. Да, да, потому что я понимаю, что от этого зависит не только я, но самое главное другие. И наша экономика, наша, как мы будем жить дальше, это наше будущее, как мы справимся с этой ситуацией. Ну, мы напоминаем вам, что наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, подключен всю неделю в помощь Людмиле Кульковой. Это очень известный юрмальский детский логопед, она всю жизнь проработала в детском садике юрмалы и всю жизнь отдала детям. И занималась, кстати, с детками в коррекционных группах, со сложными детками, у которых проблемы с развитием. По своей методике она действительно потрясающий логопед. И семья сейчас обратилась за помощью, очень просит помощи спасти маму, потому что у неё случилось несчастье, у неё случилось кровоизлияние в мозг, у неё парализовала часть тела и пропала речь. И всё это, к несчастью, случилось за границей, там из-за проблем со страховой компанией, это немножко было затянуто время. Не немножко, просто потеряли время, и она оказалась полупарализованной. После чего ей сделали операцию, опять же, за границей всё-таки сделали, да, и вот она лечилась в Гайлизерсе, а потом семья нашла возможность просто в очень хорошую клинику её отправить в Санкт-Петербурге, которая занимается именно этими проблемами. И почему в Санкт-Петербурге? Потому что в Вайворе не было возможности попасть быстро, то есть время тянуть нельзя, там и так потеряли время. И в Петербурге её специалисты приняли, обозначили её как положительный пациент. То есть есть все шансы, и сейчас такая ситуация, что… Надо собрать 5100 евро, чтобы она закончила вот этот самый первоначальный и важный курс лечения. 850 евро в неделю. Часть денег оплатила семья сама. То есть если мы даже на пару недель соберём, это тоже будет большое дело, по крайней мере, как-то продлить эту ситуацию. Сейчас несколько минут перерыв на рекламу, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что в гостях у нас сегодня актриса очень известная и режиссёр Инара Слуцкая. И мы говорили в первой части о театре, о премьерах и о том, как нужно относиться вот в такие моменты переломные, когда неожиданно всё ломается и жизнь становится иной. Как к этому относиться? У Инары есть свои какие-то маленькие рецепты. А вот скажите, у вас был фильм, один из ваших фильмов назывался «Правила жизни». Да. У вас есть какие-то личные особенные правила жизни? Вот чего вы никогда не сделаете и что вы делаете всегда? Никогда не говори никогда. Когда, не знаю, почему это, потому что я очень хорошо помню, мне было 30 лет, и я говорила, я никогда не буду преподавать и никогда не буду режиссёром. А почему? Никогда не говори никогда. Потому что я, во-первых, я думала, что… Я и до сих пор не знаю, как это получилось, поскольку я же поступила в магистратуру, потому что вдруг ты ощущаешь себя дураком. Ну и дураком жить очень трудно. И я думала, что надо пополнять… Ну то есть просто вы почувствовали, что не хватает знаний, да? Ну знаний не хватает. Ну такую опустошённость, что там больше уже некуда. И при том это было действительно… Это такое, понимаете, это физическое ощущение. После первого года, когда я читала, записывала лекции, я очень старательный человек, записывала лекции, и потом я думала, как это всё сложно. И потом, когда был экзамен магистратуры, я сказала всем, вот видите, какие у меня билеты, если я отвечу, я буду… Вот на что я отвечу. Прошло пару лет, и я смотрю эти вопросы, думаю, подождите, это я не знала? Так что, а как мозг? Мозг всё-таки очень… Ну, если его не работать, он просто не работает, и всё. А правила жизни… Первое правило, я думаю, самое основное – не делать пакости. Ну просто не предавать в мелочах людей. Вот, наверное, это правило, которому я стараюсь придерживаться. Вы в одном интервью как-то сказали, что вы абсолютно уверены, что мысль материальна. То есть вот как ты формулируешь, и что у вас происходили такие ситуации? Да, да. Например, это очень странно, вот только что было с Ермой. Ну как, если… Ну обычно я даю так, я очень много, например, лорку, там читаю интервью, фильмы, всё-всё-всё, что можно, перечитываю, собираю очень много информации. И потом начинаю задавать вопросы очень конкретные для себя. И потом я жду, когда мне начинают выдавать. И ощущения очень интересные. Вдруг те файлы выходят. И они выходят просто. Я не понимаю, откуда. Откуда-то. Но главное – задать очень чётко вопрос. И было так, что одну сцену из «Вьермы», вот сейчас «Пустой цветок», пьеса в этом, когда в постановке, мы вдруг за четыре дня до премьеры решили убрать. Мы убрали, потому что мы и так пробовали, и так, и так, и она не работала. И я поняла, что если убрать, ну, всё там рухает. Ну, вот как карточки и домик. Её надо. Это было в 11 часов вечера. На следующий день у нас был уже студенческий показ. Я всё-таки решила, что я буду думать, как её вставить. 11 часов вечера, 12 часов вечера – нет ничего. Пошла спать. А, ещё послала сообщение этой актрисы, что всё-таки она пришла, которая будет играть. Я не знаю, буду её вставить, но чтобы она была наготове всё-таки. По четвёртого утром встала – нет ничего. Ну, какая такая уверенность, что придёт, ну, должна прийти решение. И в 11 часов дня пришло решение. Но оно пришло. Значит, оно должно было. Одно должно было. Но было, я знаю, что надо, но я не могу вставить, если я не знаю, как решить. Так что об этом, что я… Я всегда говорю, что наша мысль… Я очень часто, мне нравится Черняговская. Мне нравятся её лекции, я часто слушаю. И просто я думаю, что мы можем очень много своему мозгу, ну, как бы поправить, в какую сторону. Ну, накормить мы можем… Направление дать. Да, и направление мы можем дать. Я студентам, например, категорически запрещаю говорить «я не могу». Категорически. У меня не получается, но я не могу, я даю команду своему мозгу. Я не могу. И всё. И он в какой-то смысле начинает работать над этим. Так же, как и то, что мы слушаем, что мы смотрим, это тоже покушать и сходить в туалет. А в мозгу уже всё остаётся. А вот что мы слушаем и всё смотрим. Есть у вас какие-то книжки и фильмы, которые действуют на вас как вот витамины, чтобы пересматривать, перечитывать, возвращаться к ним? Ну, знаете, я, если понечаянно… Ну, вдруг я, если нечаянно наноси ещё раз, но у меня столько много надо прочитать ещё, столько много посмотреть, что я всё время стараюсь, ну, что-то новое. Я понимаю, что в мире есть столько много прекрасного, что просто и так мы мало успеваем. Но я могу, например, я часто возвращаюсь к Магриту, ну, к художнику, вот его картины, и всё время думаю, когда же наступит спектакль, и он наступит, когда я возьму что-то. Это мы сейчас команду мозгу дали. Да, я просто, да. Мне нравится, ну, если мы так говорим. Насчёт фильмов я ещё раз надо было в какой-то… Я… Меня почему-то в театре… Ну, наверное, не почему-то, что я очень впечатляюсь от кино, от фильмов. Да, я очень много смотрю фильмы, очень много. И я могу пересмотреть… Если мы говорим, когда ещё раз я пересмотрела «Феллинии», я много фильмов смотрела, когда мы делали «Манон Леско». Я… Ну, всё время есть какие-то, ну, какие-то варианты, когда что-то мне надо, я вдруг посмотрю что-то… Ну, просто собираю материал, откуда только я могу. Ну, как бы… И потом оно начинает… Да, да, да. Ну, и напомним, что в первой части программы Инара посоветовала обратить внимание на такие фильмы, которые, ну, как сказать, мы даже не знаем. Мы прошли мимо них советские фильмы «Осенние свадьбы» и «Мальчик и девочка». Да, но сейчас я просмотрела вот как раз на днях второй сезон Богомолова, сериал «Содержанки». Вы, наверное, все знаете этот сериал. Ну, второй сезон посмотрела. Ну, мне было интересно. Потому что всё время, ну, как бы… Я стараюсь, конечно, смотреть то, что происходит в России. Мне очень интересно. И Маргалит – это был кинокритик, который… Который мы говорили, да. Вот вы в самом начале сказали, когда мы говорили о спектакле, о премьере вашего нового спектакля по Лорке, да, по Гарси Лорке, что очень глубокий пласт проблем там поднимается, философских, и о любви очень много. То есть, как жить без любви, как жить с любовью, где брать вообще эту любовь. Мы очень часто это слово произносим, а вот оно не обесценилось сегодня? Как, на Ваш взгляд? Как это вот к этому относиться? У нас есть один спектакль, которым моя героиня, а я там как бы… Ну, не эпизодическая роль, но моя героиня говорит так. Она как бы женщина уже моего возраста, у неё больной муж. Она сдаёт комнаты там, и она вдруг… А там главная героиня хотела сделать самоубийство ради одного своего любовника. Но она вдруг побоялась и не сделала. А моя героиня говорит такие слова. «О любви очень много пишут, говорят, и люди думают, что все они знают, что такое любовь. А на самом деле любовь – это постирать грязное бельё и подменить подгузник. И сделать это так, чтобы не задеть этого человека и сохранить отношения». Я думаю, очень красиво сказано. Потрясающе просто, да. И всё. Любовь, как и одиночество, не формулировано. То же самое одиночество. У каждого это своё, и также про любовь своё. Единственное, что мы можем делать – смотреть добрыми глазами в мир. Это единственное. Мне всегда поражает такой снисходительность или такой высокомерие, когда говорят, ну, эти средние люди, что они понимают? Или какая-то такая, ну, немножко вот так, свысока. Я немножко, да, так немножко. Я умнее, я, ну, как бы, я не сомневаюсь, что, может быть, он человек умнее, но ни один умный человек свысока не будет смотреть на других людей. Всё. Вот спасибо за эти слова. И сразу вот хочется, какие-то мысли появились, да, про эту семью, о которой мы сегодня рассказываем, про Людмилу, для помощи которой мы просим вас набрать этот номер 9300-6384. Статья большая, подробно с фотографиями. У нас на сайте MixNews.lv, в рубрике «Зелёная лампа» на Фейсбуке, на нашей страничке «Зелёная лампа». Вот когда мы встретились, мы с Людмилой не встретились, она в клинике лежит, а встречались с дочерью. И вот эта милая девочка, мама двух детей, двоих детей, маленьких совсем, да, она пришла, она пришла и стала рассказывать, мы говорим, ну, какая ваша мама? И она говорит, вы знаете, вы знаете, говорит, я на неё всю жизнь смотрю и удивляюсь, как можно быть такой хорошей. Это дочь говорит о матери, представляете, сейчас, да, вот такое услышать. Я смотрю и думаю, какая она добрая, как она всегда помогает всем, как она вот ни о ком слово не скажет плохого. И вот сейчас ей самой нужна помощь. И она говорит, я никак не могу без мамы. Она нас учила добру с братом, она нас учила любви. У нас семья самое главное. Вот они всегда очень дружная семья, они сейчас вот вместе с друзьями там вытряхнули все свои запасы, чтобы оплатить две недели этой клиники. И действительно, это очень нужно и очень важно. Мы можем спасти человека, спасти жизнь, да, если сделаем эти звонки, и кто может, ну да, время тяжёлое. Да, в принципе, иногда мы думаем, ну, конечно. Я понимаю, что всегда, ну, как бы, евро 40, кажется, ну, это, ну, очень. Это кофе не получается. Это даже не получать чашку кофе. Но я и понимаю тех людей, которых, может быть, и нет для кофе, да, но у которых есть тогда действительно, может быть, сравнивая, не выпить кофе где-то. Ну, вот так и складывается. Кто-то может денежку перечислить, кто-то позвонит, а кто-то просто добрые мысли какие-то пошёл. Это тоже очень важно. Очень важно и нужно. 9-3-0-6-3-8-4. И сейчас просто радостная минута. Минута благодарности. Мы всегда очень любим с Олей говорить. На прошлой неделе мы рассказывали вам, опять же, историю тренера Ольги Нечаевой. Ещё до карантина, до всех этих стрессов. Которая занимается бесплатно с детьми с очень тяжёлыми диагнозами. За время, с прошлого года, с прошлой программы, ещё 19 человек к ней пришло. Она сама оплачивает лёд, она их тянет, ставит на ноги. Очень-очень это помогает. Мы просили, хотели помочь ей с оплатой льда и всех технических расходов, чтобы она и дальше могла брать этих деток. И вот начался карантин, начались все эти события бурно. И мы уже так расстроились, думали, ничего не получится у нас. Мы думали даже, что как-то неуместно, может быть, и напоминать, что мы просим помощи для оплаты этих терапевтических занятий, фигурным катанием, когда всё отменили. И, в общем, мы очень сомневались в успехе нашего предприятия. Но получилось не так. Получилось гораздо лучше, о чём даже, в принципе, мы и мечтать не могли. Потому что в последний момент появились... То есть понемножку собирались денежки. Спасибо всем за звонки ваши, за помощь. Но в последний момент образовались две компании, которые просто анонимно перечислили... И несколько частных лиц с крупными пожарствами. Почислили крупные пожертвования, и теперь более чем на год Ольга со своими воспитанниками обеспечена теми средствами. Это до слёз трогает 11 980 евро. Собрано на прошлой неделе. Низкий просто всем поклон. То есть это детки с синдромом Дауна и СТЦП смогут бесплатно заниматься и улучшать своё здоровье, и получать радость. Она сама потрясающая женщина. Ещё такие же люди притягиваются. Вот как к Инаре вопрос сразу... Зедуанис когда-то говорил, Иман Зедуанис, поэт, говорил, что где-то вот... Что, ну как, пьяница притягивается к пьянице, талант к таланту, умный человек к умному человеку, доброта к доброте. То есть мы сами формируем свою жизнь, да? Абсолютно. Абсолютно. Своё окружение и свою жизнь. Инара, а можно вас спросить про ваши фильмы? Вы очень много снимались, вас все любят и помнят фильмы ваши. Какой фильм вы сама иногда пересматриваете? Я не пересматриваю свои картины. Вообще нет, да? Нет. А нет, когда надо фрагменты кому-то дать, тогда ну что-то. Но сейчас у меня сделали такой в этом, в жёсткий диск, как она называется? Цвета из диска. Да. У меня есть, ну довольно много мне подарок сделали. Но я всегда вспоминаю Волкодав. Да, да, да. И скажу почему. Две картины я вспоминаю. Первая Волкодав, которая была хитом просто три месяца подряд в городе Москве. Её крутили. И напомню, что вашим партнёром там был Гуськов. Да, Гуськов, да. Как-то такая дуэт был. Да, да, дуэт был. И всё время он приезжает в Ригу. Мы как-то не можем, он звонит, но мы не можем встретиться. И мне за это, за три вот эти, мне сказали, что Инара, у вас, ну всё-таки что-то вы получите. Я получила два килограмма кофейных зёрн. О, что? 92-й год. Да. Два килограмма зёрн. Вторая, очень много мне, конечно, дала картина «Посредник». И до сих пор вот ко мне приезжает Евгений Редько, заслуженный артист России, РФСР. И мы снимались в трёх фильмах. И вот какие-то отношения у меня очень тесные. Вот недавно ещё мы как-то всё время в контакте. И Алиса Судзиловская там тоже в этом фильме была. Да, да. И потом ещё один фильм, который по Агате Кристи был. И там был такой случай, что… Что я делала? Когда мне надо было приезжать на пробы, я всегда спрашивала, до какого у вас пробы? Мне говорили, что пробы у нас до такого. Я говорю, ну и тогда я посмотрю свои планы. И тогда я сказала, я могу приехать просто, ну вот когда заканчиваете почти пробы. Потому что какой смысл приехать первым? Меня забудут тут. Да, да, да. Я очень чётко приезжала последние дни. А тут-то у меня было жуткое похмелье. Мне надо было лететь в Москву. Просто жуткое. Но я не знала, куда лечу, к чему. И я приезжаю, и мне дают эти материалы. А тогда же нельзя было, по интернету не присылали, просто приезжаешь и тебе дают. А мне надо было играть в наркоманку. И это было точь-в-точь. У меня голова болела, разговаривала я очень медленно. И они смотрели, они говорят, вот, вот, она есть. Я думаю, если бы не было похмелья, я эту роль бы не получила. Так что иногда и такое было. У меня была загадка Энхауза. С Евгением Сидихиным играли. Был ваш партнёр. Нет, у меня потрясающие партнёры были, конечно. Но меня всегда все любили, на руках носили. Мне очень нравилось было ехать сниматься, потому что как-то было... Ну, у меня всегда были друзья. Например, режиссёр с главным актёром в Киеве. Я приезжала, меня привели в номер в гостиничную, я открываю дверь, а там полная ванна с сиреней. Или меня встречают, например, слякоть в Москве, меня встречают с водочкой, с этим чесноком маринованным, горячей картошкой. Красиво. Ну, разные такие сюрпризы были массы, так что меня просто все очень... А последний, конечно, я очень передаю привет. Мне сам, ну, тоже Александр Копейкин, у которого я снималась, режиссёр, да. И мы как-то тоже всё время то переписывались, то лайк сейчас делаем в Фейсбуке друг к другу. Да, он тоже как-то очень любил... Ну, последние картины, сериалы, как раз я с ним работала. Ну, в России, я думаю. Наша программа подходит к концу. Мы напоминаем, что наш телефон всю неделю до следующего вторника работает в помощь Людмиле Кульковой, чтобы поставить её на ноги после очень-очень тяжёлого случая, который с ней произошёл. И мы думаем, что наверняка среди наших радиослушателей вот сейчас есть люди, которые её знают лично, потому что она всю жизнь проработала в детском саду. И вот представьте, сколько выпусков этих детсадовцев прошло через неё, сколько это родителей, бабушек, дедушек. И если все, я не знаю, там 2-3 евро, если просто вот все посчитают возможным перечислить на этот счёт, да, то она имеет абсолютно реальный шанс восстановить речь, восстановить движение и не остаться полупарализованной. Потому что врачи говорят, что это положительный пациент, в том плане, что изменения будут, и они гарантируют, что всё будет хорошо. С помощью сайт mixnews.lv, рубрика «Зелёная лауна». Да, счёт открыт благотворительно в фонде BeOpen. Никакие проценты с этих денег не берутся за счёт. Ну а сейчас мы просто перед тем, как попрощаться, хотим пожелать всем нам, всем вам и нам, чтобы побыстрее эти смутные времена тяжёлые закончились, и попросим нашу гостью Инару Слуцку тоже что-то сказать важное. Я думаю, что стараться сегодня прекрасная погода на улице, солнышко, и все люди чаще улыбаются. Но, наверное, иногда это звучит очень довольно пошло, ну как-то так, но всё равно будьте добрее, но будем добрее друг к другу. И я думаю, что это всегда, это хорошо для здоровья и для нас, и для других. Спасибо огромное. До встречи через неделю. Всего доброго и спасибо всем, кто откликается. Спасибо, до свидания.